Владимир Людвигович Киган-Дедлов Писатель, билетрист, публицист, литературный критик, искусствовед, путешественник Ученик Тургенева, сподвижник Чехова, биограф Вознецова Родился в семье немецких переселенцев, получивших в 17 веке дворянский титул Отец писателя, выходец из Пруссии, мать, дочь подполковника, белорусского дверянина Федоровка, Кургань, Ерисков, Осмолович, Идовск Вот лишь некоторые деревни Гомельской области, которые неразрывно связаны с фамилией Киган-Дедлов В каждой из деревень до сих пор хранится память о нем Будь то постройки, аллеи, литература или воспоминания местных жителей Родиной писателя считается город Тамбов Отец, Людвиг Иванович, был чиновником среднего звена Пробовал себя в журналистике, иногда печатался в местных изданиях Мать будущего писателя, Елизавета Ивановна, родом из белорусской дворянской семьи Много времени посвятила изучению фольклора Она издала первое собрание белорусских народных песен Неудивительно, что и Владимиру родители привили любовь к литературе и искусству Когда Володе было 4 года, случилась беда Дом в Тамбове сгорел После этого трагического случая вся семья переехала на родину матери в Беларусь Остановились они в деревне Дедлова Это название будущий писатель возьмет себе в качестве псевдонима Сегодня эта деревня называется Кургани К сожалению, дом Кигнов до наших дней не сохранился Но уцелела людская Дом, в котором жила прислуга, а также сад, в котором росли редкие породы яблоневых деревьев Еще один пункт, связанный с биографией писателя Деревня Федоровка Отсюда Владимир Дедлов пошел в самостоятельную жизнь После окончания гимназии он поехал учиться в Россию Там познакомился со многими уже тогда известными людьми Его друзьями стали химик Дмитрий Менделеев, художники Илья Репин, архип Куинджи, Иван Шишкин, поэт Аполлон Майков Некоторые по его приглашению приезжали в Федоровку Братья Васнецовы, которые любили бывать у Кигна Дедлова в гостях, даром времени не теряли Некоторые их картины написаны в здешних местах Есть утверждение, что легендарная Аленушка была написана именно на Федоровском озере Увидеть всю красоту этих полотен можно на картинах в Третьяковской галерее А полюбоваться натурными пейзажами в деревне Федоровка И еще один интересный факт – знакомство Дедлова с Антоном Павловичем Чеховым Двух писателей надолго связывает творческая дружба Дедлов пишет рецензии на рассказы и пьесы Чехова Благодаря его статьям и связям с творчеством Антона Павловича познакомились многие книголюбы того времени Не раз Владимир Дедлов приглашал мэтра в Рогачевские края Но доходили туда только чеховские письма Как-то Антон Чехов в одном из них написал, что «Нашел на карте небольшое местечко под названием Довск Значит, письмо адреса то будет доставлено» Здание почты в Довске есть до сих пор А то исторической переписки двух писателей свидетельствует памятная доска Творение самого Дедлова тоже вносили новый слог в литературу того времени В 1890 году выходит его повесть «Сашенька» Произведение пользуется большой популярностью среди читателей На гонорары от его продаж мать Владимира строит школу для крестьянских детей в деревне Осмоловичи Сегодня здание сохранилось как памятник архитектуры тех времен и память о помещиках Кигнах А книга в 2006 году пережила свое второе рождение Вокруг фамилии Кигна входило много слухов Но постепенно об этой знаменитой семье стали забывать Время не сохранило и Федоровский дом Кигнов Остались только некоторые фрагменты былой роскоши и зданий спиртзавода Во времена владения семейства Кигнов он назывался Дедловский винокуринозавод Здешняя продукция славилась далеко за пределами Беларуси По велению Владимира Дедлова в Федоровке была посажена и липовая аллея Говорят, что если посмотреть на нее сверху, то выглядит она в форме буквы «В» Прожил Владимир Кигн-Дедлов недолгую, но яркую жизнь Его сердце остановилось в Рогачеве В него несколько раз выстрелили из пистолета В некрологах, появившихся сразу после его смерти, говорилось Как билетрист Владимир Кигн-Дедлов невольно подкупал своей искренностью У него не было тех натяжек и вычурности, которые так любили писатели того времени Все выходило из-под его пера просто и литературно Похоронен он недалеко от Рогачева в деревне Федоровка, там же, где и его отец В 40-х годах прошлого века могилы были разворочены, сегодня память восстановлена, а захоронения реставрированы В будущем в Федоровке откроется дом-музейки Гнавдедловых Над его созданием работают белорусские историки и сотрудники Института социальной памяти Российской академии военных наук Субтитры создавал DimaTorzok